Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала, меня зовут Алексей, добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Путевые заметки». Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на новый скриншот DLC штата Монтана и поговорим о сельском хозяйстве вышеупомянутого штата. Монтана обладает богатым сельскохозяйственным наследием скотоводства и сельское хозяйство всегда были важной частью экономики штата, а животноводство и растениеводство ежегодно вносят в экономику Монтаны около 2 миллионов долларов. Нетрудно представить, что дальнобойщики играют очень важную роль в этой отрасли. Хоть в штате и выращивается огромное разнообразие растений и зерновых культур, есть там одна уникальная культура, транспортировкой которой мы с вами сможем заняться. Как вы думаете, что это за культура? А это не что иное, ребята, как сахар. Монтана известна выращиванию сахарной свеклы, которая, в свою очередь, является отличной альтернативой сахарному тростнику, для выращивания которого требуется чуть более тропический климат. После того, как корни выращены, законсервированы и считаются готовыми к переработке, их перевозят на крупный завод по переработке сахара, куда мы, как виртуальные дальнобойщики, сможем также попасть во время доставки этого самого сырья. Эти перерабатывающие заводы производят около 260 миллионов фунтов сахара и 120 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции каждый сезон. Конечный результат затем отправляется по всей стране, чтобы каждый мог им насладиться. Зерновые элеваторы также станут еще одним местом, куда мы, как водители, сможем осуществлять доставку грузов. Эти важные хранилища могут одновременно хранить тысячи тонн зерна, которые затем распределяются по всей стране с помощью поездов, ну или же грузовиков. Сахар и зерно – это не единственные сферы, в которых мы, как водители-дальнобойщики, будем заниматься доставкой грузов по Монтане. Дальнобойщики, то бишь мы, опять же, можем рассчитывать на открытие широкого спектра ферм по всему штату. И на этом все, друзья. Ну, что сказать, это, пожалуй, действительно будет на данный момент, в момент релиза этого DLC, являться самым сельскохозяйственным, наверное, штатом. Потому что действительно столько всяческих у нас открывается возможностей в этой сфере. Это что-то невероятное, и раньше действительно такого не было. Ну и спасибо вам огромное, ребята, за то, что досмотрели это видео до конца. Какие у вас ощущения, ожидания по поводу этого DLC, напишите обязательно в комментариях. Также не забывайте проявлять описание под этим видео. Ведь именно там оставлены ссылки на канал на сервисе Тро, в качестве запасного аэродрома я его создал. И канал на Яндекс.Зенит, там также присутствует. Буду рад, если вы подпишетесь. Ну а на этом все, друзья, с наилучшими пожеланиями. Пока-пока, и еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok